Это было в холерный год на Волге. Лето стояло сухое, удушливо знойное. Волга обмелела, похудела, обнажила, отмели, и желтые косы свои. А жигулевские леса горели от засухи. В горячем безоблачном небе стояла какая-то странная оранжевая дымка, и солнце светило сквозь нее красным шаром, как раскаленное железо. Снова желтый. А совоська-то где? Ну что, лесгинку? Цезарь, сын отваги, и Помпей, герой, пропивали шпаги той же ценой. Весь город обнимала непривычная, многозначительная тишина. Этот прежде шумный, безалаберный город, где на улицах всегда было много пьяных, а полудикое местное население оглашало воздух звуками гармоники и криками уличной драки. Этот типично волжский город вдруг притих, отрезвел и задумался. Трактиры пустовали на улицах, и на пристани замерло движение. Пароходы по-прежнему совершали рейсы, но все чаще подходили к пристани с желтым флагом, означавшим, что на пароходе не все благополучно, и что на нем едет страшное гостье, чье имя все как бы по уговору избегали произносить. Она уже давно работала в городе, работала усердно, правильно, переходя из дома в дом. Нажравшись, в одном квартале шла соседней, свежей, и начинала свое страшное шествие там. И там, где она появлялась, каждый день и каждую ночь слышался вой. Но были и такие дома, где уже никого не осталось в живых, и они стояли с раскрытыми окнами и дверями. И каждый день по дороге на холерное кладбище проезжали длинные, огромные дороги, запряженные парой лошадей и нагруженные, словно дровами, целым возом черных гробов. Наверху этого воза сидел возница, маленький плюгавый мужичонка, который крутил в руке вожжи и погонял своих кляч. А по городу ходили невнятные, глухие, но чудовищные слухи о черни и о бунте, о воскресающих мертвецах, о заживо похороненных и о докторах, пускающих заразу. На столбах и на стенах белели афиши, на которых огромными черными буквами что-то кому-то приказывалось, и опять же упоминалась угроза вешать. Весь воздух был пронизан опасностью и смертью, и казалось, что все жили под страхом этой смерти. Люди за минуту перед тем здоровые падали прямо на улице, на дороге, и умирали, извиваясь винтом в мучительных судорогах. Чья-то невидимая отмещающая рука безжалостно истребляла их. Они и не знали, когда и откуда будет нанесен невидимый удар. Чувствовали свою беззащитность и трепетали. А она шла и жрала людей. Солнце зловещим красным шаром светило сквозь оранжевый дымный туман. В городе было неестественно тихо и жутко. В нем пировала холера. И в это время весело поживали на свете агарки. Так их прозвали в городе, и в этом прозвище заключалось пренебрежение. Но они не обижались. И даже, напротив, любили это прозвище. И оно пристало к ним. Их было целое братство. Илья Толстый, выгнанный из всех русских университетов. Его ближайший товарищ Сашка, тоже исключенный из Петровской академии. Некто новгородец, родом из Великого Новгорода, служивший песцом во всех министерствах. По-своему колоритными фигурами были и певчий Северо-Востоков, исключенный из шестого класса духовной семинарии с единицей заповедения. Слесарь Михельсон, которого сослали из Петербурга за политическую неблагонадежность. И австрийский дезертир Пискра, бравшийся с охотой за всякое дело и делавший его одинаково скверно. Кроме этого, каждый день к ним приходил кузнец по прозванию Сокол. Появлялся и жил иногда недоучившийся художник Савоська. Приходил сотрудник местной газеты «Небезызвестный», машинист Митяга и другие. Но и, наконец, иногда появлялся и кутил купеческий сынок Гаврила. Жили они на первом этаже большого дома неподалеку от Волги, занимая две комнаты, одна из которых была большая, длинная, а другая, смежная с ней, поменьше. Потолок этой квартиры был сводчатый. Окна не мыли уже тысячу лет. И поэтому внутри всегда стоял таинственный мрачный полусвет. И слышался дружный хохот веселой компании. Не умолкал этот хохот и во время холеры. В растворенные окна агарческого жилища почти целый день выносились на улицу раскаты здоровенного смеха, звон струн и пения веселых песен. А иногда, как гром, раскатывался необыкновенной силой бас. И тогда случайные прохожие шарахались в сторону, крестились, отплевывались, делая крюк, подозрительно переходили на другую сторону улицы. Агарки сидели под мрачными сводами своего подземелья за простым некрашенным столом в непринужденных позах и беспрерывно ржали гогочущим смехом. В это время кто-то с треском катил на извозчике. Сашка вскочил на стол и радостно закричал «Гаврила! Ого-го-го!» И в ту же минуту непокрытый агарческий стол украсился бутылками вишневки, рябиновой, коньяку и самыми изысканными закусками, среди которых главное место принадлежало свежей зернистой икре в очень большом количестве. Пробки хлопали одна за другой. Агарки весело смеялись. «Да здравствует пьяная агарческая фракция! С нами Бог и Святая София!» Но вот, изрядно выпив, агарки затихли. И в их мрачном жилище зазвучали гусли и проникновенный тенор Михельсона. Гусли нежно и певуче вторили ему в саду. Ягода лесная, приукрытая, спела, а княгиня молодая с князем в тереме жила. Агарки любили эту песню. Она будила в их душе что-то глубокое и родное. Но Илья Толстый, раскрасневшийся от вина, уже не был способен к калеризму. Его распирало от усталости. Ему хотелось озорства. И вот уже со стаканом в руке он запел новую песню, веселую и беспечную. Аристотель, мудрый и древний философ, продал панталоны за севухи. Штоф. Хор подхватил. Агарки стучали каблуками, глаза их сверкали, щеки горели. Даже перед громом пьет Илья, пророк. Когель-могель с ромом, или чистый грок. Папа, пий, девятый и десятый. Лев пили, кюгель-домель и ласкали дев. Наконец, на середину комнаты выскочил пьяный новгородец. Гусляр заиграл лесгинку. Новгородец пустился танцевать. Танцевал он безобразно. Видно было, что о лесгинке он не имел понятия. И почему любил ее, оставалось тайной для всех. Агарки мерно хлопали в ладони. Лица их были серьезны. Отъезжавших из города Агарков пришли проводить Сокол и Гаврила. Потом явились девять басов архиерейского хора и регент Спиридон. Было прелестное летнее утро. Волга дышала привольем. Свежестью и отрадой. Огромный, двухэтажный, белый, как леведь, пароход зашевелил лопастями и, пуская пары, стал отходить от конторки. На корме стояли Северо-Востоков, Савоська и Небезызвестный. В воздухе замелькали платки. Когда пароход отошел на середину Волги и стал поворачивать вниз к течению, архиерейские басы выстроились в ряд и, взяв одну и ту же ноту, пропели «Прощай!» А потом, когда пароход отошел на ту сторону Волги, с палубы, в ответ им на той же самой ноте донеслось «Прощайте!» Пароход быстро удалялся и вскоре исчез вдали с поворотом реки. «Эх, соколы, улетели бы от нас!» Все еще, глядя на блестящий горизонт, с чувством произнес кузнец. «Подались в новые края!» На новые земли отозвался Гаврила. Его подбородок задрожал, а на глазах навернулись слезы. Еле-еле город оправился от холеры, а вместе с этим разъехались, разлетелись, куда глаза глядят и агарки, которых ждала теперь новая жизнь, отличная от агарческой. Через неделю Гаврила застрелился из ружья у себя на хуторе в степи. С вами был Михаил Перепелкин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова